День 7 ноября, красный день календаря. Погляди в свое окно, все на улице красно. Когда-то эти слова и стихотворения Маршака знал каждый школьник. В следующем году Великая Октябрьская социалистическая революция отметит свое столетие. Но что сейчас означает эта дата для нас? Почему больше 20 лет мы не празднуем этот день, считая его советским праздником, который нужно забыть? Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на днях заявила, Ленин это изверг 20-го столетия. И поставила его в один ряд с Гитлером. До чего может довести такое отношение к собственной истории? Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Здравствуйте и давайте начинать. До 1991 года 7 ноября был главным государственным праздником в СССР. День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года считался датой возникновения нового государства, основанного на принципах равенства и братства народов. Но вот Союз распался, а вместе с ним исчез и праздник. И мнения о значении революции с 90-х годов полярно разделились. Одни заговорили о ней как о чудовищном кровопролитии и незаконном захвате власти большевиками. Октябрь 1917-го в их глазах стал позорной страницей советского прошлого. Подобные высказывания до сих пор можно найти на интернет-форумах. Я думаю, если бы не было той ужасающей революции, то, может, и войны бы не было. Эту революцию спланировала кучка людей, имевших большую власть и не желавших процветания Российской империи. Однако, как показывают опросы общественного мнения, 49% россиян считают неправильным, что годовщину революции теперь не празднуют. Вот как пишет о значении революции 1917 года кандидат философских наук Рустем Вахитов. Все те, кто являются патриотами России, кто любит свою великую родину, желает ее государству и народу благополучия и силы, не могут отвернуться от Ленина, как от российского государственного деятеля, основателя и первого руководителя той Российской республики, в которой мы до сих пор живем. И было бы логичным праздник День России, который правильнее именовать День Российской Федерации, перенести с 12 июня на 7 ноября. Так почему же революция вдруг превратилась в предмет для таких ожесточенных споров? Нужно ли было сохранить государственный праздник в честь этого события? Или его ликвидация была правильным решением? Должны ли мы помнить об этой странице нашей истории? Или нам следует вычеркнуть ее из народной памяти? Это программа «Особая статья» и сегодня в студии. Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам. Павел Грудинин, директор ЗАО «Совпост» имени Ленина. Владимир Булгаков, главный научный сотрудник Института Российской Истории. Юрий Пивоваров, академик РАН. Илья Шаблинский, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества. Иван Миронов, кандидат исторических наук и адвокат. Но первый вопрос у меня будет к Рустему Бахитову, кандидату философских наук, как раз автор статьи, которую мы упоминали в сюжете. Рустам Ринатьевич, я правильно понимаю, вы хотите сделать так, чтобы 7 ноября был одним из главных государственных праздников в России сегодня? Отказ от этого праздника – это, по сути дела, подрыв легитимности нашего государства. Мы просто мало задумываемся над тем, а в какой же республике мы живем. Почему-то считается, что Российская Федерация возникла в 1991 году. Но 25 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР принял решение лишь о переименовании этого государства из РСФСР в РФ. Мы, по сути дела, все равно живем в государстве, которое было провозглашено 7 ноября 1917 года вторым съездом Совета. В 1918 году стала Федерация, в 1922 вошло в состав СССР. И наряду с праздниками, которые установлены для почитания нашей славной имперской истории и славной нашей дореволюционной истории, конечно же, должен быть праздник основания учреждения Российской Республики. Или, как вариант, День РСФСР, который логично было бы установить именно 7 ноября. Да, понял. Спасибо большое за мнение. Иван, я к вам хочу обратиться. Ну вот, позиция кажется аргументированной. Почему нет? У нас есть праздники, например, День Народного Единства, 4 ноября. Почему бы и не праздновать 7 ноября? Ведь действительно великий день. Или нет? День 7 ноября – это день государственного переворота, захвата власти, который породил за собой беспощадный красный террор, который был направлен на целые слоя населения. Когда уничтожались люди не как политические враги, а как опасные и потенциально опасные, о чем говорил в свое время Бухарин. Поэтому, конечно, как дату памяти и траура 7 ноября должно остаться, чтобы наши следующие поколения, они понимали, что такое история России и кто есть кто, ни в коем случае. А гражданскую войну что-нибудь слышали про нее? Вот смотрите, что касается гражданской войны, ну, конечно, это явилось протестом после разгона учрительного собрания, когда большевики не смогли получить никакой народной поддержки, и пришлось уничтожать те классы, которые отказались в поддержке и оказались стать вот этим... Вы раскурировали все, что не знаете, да? Вы меня сейчас хотите потестировать на знание истории? Ну, потому что говорите глупости. Глупости, объясните, объясните. Россия, конечно, страна с непредсказуемым прошлым. Вы все время можете переписывать историю сколько угодно. Павел Николаевич, я бы у вас попросил бы все-таки вот от этих терминов глупости, я говорю, не глупости. Я говорю, что вы будете говорить гениальные вещи. Как директор совхоза вы нам расскажете, абсолютно гениальные вещи. Хорошо, подождите. Павел Николаевич, а с чем вы не согласны конкретно? Ну, так так, родилось государство, да, оно родилось, Российская Федерация, Российская Социалистическая Республика, которая родилась благодаря Владимиру Ленину, именно тогда, когда вы рассказывали, что это, скажем так, совсем все плохо, значит, она в крови родилась, никуда не денешься, потому что было противостояние. На красный террор отличали белым террором, на белый террор красным террором. И в результате получилась гражданская война, но победила определенная, знаете, какая разница между бунтовщиками и революционерами? Бунтовщики, если власть побеждает, это бунтовщики. А если власть не побеждает, побеждают революционеры, это революция. Вы же понимаете, что ваше, сейчас, я все-таки закончу мысль, да? Дальше Ленин, который собрал из руин, вот помните, как большевики наклонились и подняли власть, ее никто не хотел брать, а потом создал великое государство, которое на равных спорило с любым. Руин – это Российская империя, я так понимаю, это руин. Российская федерация, которая потом консолидировала вокруг себя другие республики и стал, появился Советский Союз. Знаете, именно этот день, подожди секунду, именно этот день был днем рождения Советского Союза. Владимир Прохорович, к вам вопрос. Вот как я понимаю, если 7 ноября – это преступный день, если Великая Октябрьская социалистическая революция вовсе не великая, а переворот кровавый, получается все, что было после, это преступно, это вне закона? 70 лет мы восторгались этим праздником. Следующие 70 лет что, будем проклинать, что ли? Это вот говорят, что нас 70 лет убеждали. Это нелепо, вы понимаете, это нелепо и постыдно, просто постыдно. Вчера мы ставили памятники Ленину, Сталину, сегодня их сносим подряд. Это, извините, бред сивой кобылы. В цивилизованных странах такого не бывает, там уважают свое прошлое, каким бы оно ни казалось. И при этом никто не желает разобраться, что же было на самом деле, что произошло, как вообще такое могло случиться. Но заметьте простую вещь. Где-то в марте 18-го года Ленин бросил в полемика с одним анархистом очень простую фразу. Вы знаете, говорит, да мы не пришли бы к власти не будь Николай II дураком, а Керенский болтуном. Вот так буквально высказался. Понимаете? То есть, говорить о том, что захватили власть и так далее, и тому подобное, просто некорректно. Дело в том, что сама история вознесла к власти Ленина и большевиков. Вот этого мы никак не можем понять. Сейчас мы должны прерваться на рекламу, а после вы узнаете, почему министр культуры Мединский требует убрать Ленина из Монзолея, а Жириновский расскажет, зачем нужно переименовать Ленинский проспект в Москве. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Вот уже 25 лет идут споры о захоронении тела Ленина. Создается ощущение, что конца им не будет никогда. Кого и почему так злят останки вождя мирового пролетариата на Красной площади? Смотрим сюжет. Вот уже почти четверть века не утихают дискуссии, что же делать с телом Ленина. Следует ли вынести мумию вождя пролетариата из Мавзолея и захоронить? Или нужно оставить как памятник ушедшей коммунистической эпохи? Вот какое мнение высказал министр культуры России Владимир Мединский еще в 2011 году порталу РБК. Я считаю, что каждый год мы должны поднимать один и тот же вопрос о выносе останков тела Ленина из Мавзолея. Это какая-то нелепая язычески-некрофильская миссия у нас на Красной площади. Никакого тела Ленина там нет. Специалисты знают, что сохранилось порядка 10% от тела. Все остальное оттуда уже давно выпотрошено и заменено. По мнению Мединского, тело Ленина как можно скорее нужно предать земле, потому как нахождение идеологического артефакта в центре столицы является вредным с идеологической точки зрения и жестоким как по отношению к родственникам Ленина, так и по отношению к людям, не разделяющим коммунистической идеологии. Заявление Мединского вызвало в прессе горячие споры. Например, его оппонент, писатель и журналист Юрий Шимановский ответил так. Нужно похоронить еще и египетские мумии и снести музеи, где они хранятся. К чему это я? Я опять про двойные стандарты. Если уж решаем хоронить мумии, то все. Если оставляем как есть, то тоже все. Тело Ленина – уникальный объект, каких в мире по пальцам можно пересчитать. А сам мавзолей находится в списке культурных ценностей мирового масштаба. А что же думают на этот счет обычные россияне? Согласно опросам общественного мнения в ЦИОМ, две трети жителей России выступают за перезахоронение вождя на одном из российских кладбищ. Это программа «Особая статья». Юрий Сергеевич, хочу спросить вас, потому что не услышал пока вашего мнения. Так получилось. Приношу извинения. Хочу понять, 7 ноября – это праздник все-таки или нет? Нужно ли нам праздновать? И, естественно, нужно ли выносить тело Ленина? Разговоры идут давно. Я буду отвечать на первый вопрос. Для меня это не праздник, безусловно. Это трагический день. Его надо обязательно помнить, чтобы все помнили и знали. В этот день Россия сорвалась в пропасть. А может быть, даже не в этот день. Кстати, по поводу того, что власти здесь говорили, лежал ее никто не брал. Естественно. Потому что люди уважали закон. Учредительное собрание. Ведь правительство большевиков до разгона учредительного собрания тоже было временным. И выборы большевики разрешили провести. Спасибо им за это. Проиграли эти выборы, хотя неплохо выступили. И провели государственный переворот в ночь с 5 на 6 января 1918 года, когда разогнали законно избранное легитимное собрание учредительное, которое должно было учредить новое государство и создать новую конституцию. Конституция была готова. Проект конституции был подготовлен. Что же не получилось создать? Хлеба просто не завезли. Почему же не получилось создать? Что создать? Большевики разогнали учредительное собрание. Люди вышли на улице. Подождите секундочку. А как? Секундочку. Большевики разогнали учредительное собрание. Эсеры, которые знали о возможности разгона, хотели вооружиться. Потом решили, что нет, в братьев социалистов стрелять не будем. На следующий день начались мощные демонстрации. Одну из них описывает великий русский социолог Петерим Сорокин. Большевики стреляли даже в гимназистов в 12-летних. Избивали людей, интеллигенцию, которая вышла защищать и рабочих, учредительное собрание. Когда они приняли конституцию, вы все говорите, РСФСР, это была первая в мире конституция, которая лишала, так называли, лишенцы, лишала людей избирательных и всяких иных прав. Но не в этом дело. А дело в другом. То, как Ленин любил Россию, показал Брестский мир. Когда он сдал противнику, с которым Россия воевала три с лишним года, сдал огромную часть России. Прибалтику, Белоруссию, Украину, Дон, Крым и так далее. Вот этот большой патриот России. Что касается Ленина... А потом он все вернет, да? Он не вернул. Как не вернул? Большевики... Он избежал миллионов жертв и вернул все потом. Большевики победили в гражданской войне, используя огромный массовый террор. На что белые были просто органически, как нормальные, демократически настроенные люди, не способны. Большевики взяли власть в октябре 17-го года, а гражданская война началась весной 18-го. А если того, как белогвардейцы выступили в опоре на штыки иностранных интерьеров. Это же факты, ну что вы. Господин коммунист, дайте мне договорить, что вы кричите. Вы очень долго говорите, но нельзя же нарушать правду истории. Хорошо. Подождите, Кучка, я не закончил. Во-первых, я не долго говорю, я говорю меньше вас. Вы мне мешали сейчас говорить. Это в привычках коммунистов. Оппонентов сразу закричать, назвать глупости и так далее. Нет, я отвечаю вам как профессиональный историк и как гражданин своей страны. Я не согласен, Владимир Прохорович, с вами, что мы меняем свое отношение. Почему меняем? Я всегда негативно знал многих людей в Советском Союзе, которые негативно относились к Ленину, к Сталину и к этому режиму. Безусловно. Это не русский режим, это антирусский режим. Прославлять Ленина, это как если бы сейчас евреи прославляли Гитлера. Владимир Прохорович, я хочу все-таки понять, смотрите, какие разные полярные оценки. Может быть, нам не трогать пока нашу историю, немножечко от нее отдалиться и не пытаться тогда спорить на эти темы, потому что так жарко, слушайте. Историю надо знать. И я бы это моего старого друга Юрия Сергеевича поправил. Насчет Брестского мира, понимаете, еще до взятия большевиками власти, до переворота так называемого, Последний военный министр Временного правительства, Верховский, совершенно определенно заявил, Россия воевать не может, понимаете, не может Россия воевать. И говорит, что Ленин одним ростчерком пера сдал Россию немцам, ну это несерьезно просто. Россия не могла воевать, просто не могла воевать. Единственный способ остановить немцев, заключить Брестский мир. Я хочу понять, Ленина-то выносить нужно или не нужно? Эти разговоры идут очень давно. Ну я присоединюсь к тем, кто за вынос тела. Я действительно считаю, что это странная ситуация, диковатая. Вот хранить там мумию, партийную вождя. А гробокопательство это нормальная ситуация, по вашему мнению? Ну это не гробокопательство. Тело Ленина захоронено, в общем вся штука. И те, кто говорят вынести, они занимаются гробокопанием. Надо честно называть вещи своими ими. Нет, они говорят, что не должно быть кладбище на главной площади страны. Я думаю, что это все, в чем выглядит странно. Там не только Ленин, там Жуков, там Гагарин. Что меня вызывает удивление? Вот Павел Грудинин, руководитель крупного хозяйства, я там был. Совхоза имени Ленин. Совхоза, да. В Ленинском районе Московской области. Я там был, там все выглядит очень хорошо. Вот в моем учебнике истории КПСС. Мы учились по одному учебнику, я так догадываюсь. Вот такой кирпич был. Говорил, что в 30-е, 30-31 году были вывезены в отдаленные районы СССР 6,8 в учебнике миллионов кулацких семей. Что за этими цифрами? Я знаю, что вам скажут в ответ ваши оппоненты, если позволите. Может быть не эти, но другие. Они скажут, да, хорошо, при Ленине было не очень. Но ведь в 90-е люди, которые оказались на улице буквально после развала Советского Союза, они не пострадали. Да, пожалуйста. Вывозить, депортировать миллионы крестьян, а погибли там, погибли около миллиона человек. Просто во время этой дикой эвакуации. Представьте, что не вывозили людей. И во всем Ленин. Было переселение. Целая программа переселения. Так что, Иван, выносите Ленин? Генеально сделанное. Нет, не выносите. 17% вернулось сразу, а остальные там... Я все-таки хочу поддержать коллег, которые стоят напротив, выступить против Мединского. Переносить ни в коем случае нельзя. Зачем выносить? Надо Мавзолей перенести вместе с этой тушей, перенести или можно в совхоз имени Ленина, там пестицидов много, он еще дольше не будет разлагаться. Или на дачу Зюганов. Пусть они там граждан обелечивают, вводят там хороводы, кровавые места, пионеров принимают. Пионеров принимают, но самое интересное, они не понимают, что господина депутата, господина представителя крупной буржуазии, если мы говорим с ленинского языка, и неопределившегося интеллигента, товарищи большевики поставили первым делом бы к стенке. Я понял. Если мы вынесем Ленина, что, заживем сразу? Всем известно, что земля начинается с Кремля, это Сергей Михалков. То есть вот там в центре находится Ленин, в центре нашей страны, в сердце, в интеллекте нашей страны находится Ленин. Если страна говорит, что Ленин остается, значит мы согласны с Ленином, Сталином и советской системой. Если Ленин уходит, значит Россия становится на какой-то другой путь. На какой? На путь нормального, демократического развития, с которого большевики убили Россию в 17-м году. Тогда было социалистическое. Ленин есть символ зла, насилия и террора. При всем блеске его ума, при всей исторической удаче, которая ему выпала, это человек, который позорит Россию. Почему? И когда символ позора находится в центре нашей страны, меня это лично оскорбляет. Хорошо, сейчас у нас есть возможность задать вопрос лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Я так понимаю, он с нами на связи. Владимир Вольфович, вот мы здесь обсуждаем, нужно ли выносить тело Ленина из мавзолея. На ваш взгляд, стоит это делать или нет? Мы в целом уже много раз говорили, что никаких захоронений в центре Москвы не должно быть. Красная площадь лучшая площадь нашей страны. И речь идет не только, чтобы освободить мавзолей и сделать это государственной трибуной, но вообще все могилы убрать. Вот предложили вы переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного. Вот почему? Европа очень боялась его. Поэтому если мы уберем название Ленинский, Ленинский проспект, а назовем шоссе Ивана Грозного, то делегации иностранные, которые обычно прилетают во Внуково, будут ехать в московский Кремль, им будут говорить, что это шоссе Ивана Грозного. Это будет их впечатлять. А сегодня Ленинский проспект. Революционер. Разрушитель страны. Это же невероятно. Нам обязательно нужно дать наименование главному проспекту со стороны аэропорта для въезда в столицу шоссе Ивана Грозного. Он этого заслужил. Да, спасибо. Это был Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Сейчас реклама, а сразу после обсудим пугающую, на мой взгляд, идею некоторых экспертов. Россия, как Украина, должна отказаться от своего советского прошлого. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Россию призывают отказаться от советского прошлого. Нам предлагают покаяться за свою историю. Удивительно, ведь американцы, например, так и не извинились за ядерные бомбардировки Японии. Так почему именно от нас требуют покаяние? Смотрим сюжет. Идеи декоммунизации вновь стали модным трендом. Сторонники кричат «всё советское уничтожить». Ленина захоронить, красные звёзды с Кремля снять, улицы и города переименовать, памятники снести. Долгое время сохранение названия станции метро в Войковской было под вопросом. Итоги проведённого опроса горожан показали, что общество до сих пор расколото в оценках советского прошлого. Из 117 тысяч человек 56% проголосовали против, а остальные 44% за переименование. Вот как отвечают на вопрос, нужно ли переименовывать улицы и станции метро, историк Андрей Зубов. Это не просто давно назревший вопрос. Он уже основательно перезрел. Недостаточно переименовывать отдельные станции. Необходимо более широкое переосмысление реалий коммунистического тоталитарного прошлого. А какие примеры могут дать Ленин и Войков, кроме душегубства, воровства и захвата власти? Большевизм – это наш ИГИЛ. Когда сторонники декоммунизации говорят о Советском Союзе, то обязательно с эпитетами чудовищная тирания и кровавый режим. При этом они как бы невзначай забывают о подвигах советского народа, о достижениях науки и техники, о первом полете в космос. Интересно, почему? Уж не для того ли, чтобы внушить россиянам чувство стыда за собственное прошлое? Ведь, по их мнению, весь цивилизованный мир ждет от нас общенародного покаяния за все, что происходило в СССР в коммунистические годы. И начинать это покаяние надо с ликвидации всего советского наследия. Но должны ли мы извиняться за собственную историю? Нужна ли нам декоммунизация? Это программа «Особая статья», и к нам присоединился Армен Гаспарян, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Армен, а зачем переименовать Ленинский проспект, например, в шоссе Ивана Грозного? Это шутка. Ну, я думаю, что это, выражаясь таким интернет-языком, это, конечно, Владимир Вольфович патролил общественность. Ну, что патролил, а зачем Войковскую во что-то переименовать? Можно считать, что Иван Грозный аэропорт создал, поэтому нужно в шоссе от аэропорта переименовать. С Войковской это огромная проблема. С Суниси Горького зачем? С Войковской. Потому что надо было 20 лет назад, когда только началась вся эта история, открыть архивные дела вот эти вот, рассекретить их, опубликовать и поставить точку в эту историю. И что, и переименовать? Не надо. Не, а если вы это сделаете, выяснится, что нет оснований для переименования. Нет оснований, потому что Войков не стрелял, Войков там не был. Единственная вина Войкова абсолютно доказана, и с этим никто не будет спорить. Войков был одним из многих членов Уральского совета, который за это проголосовал. Но, если вы хотите убирать Войковскую... Здравствуйте, Аргарский семейный. Армен, вот посмотрите, Армен, вот сейчас... Если вы убираете Войковскую... У меня вопрос, а все остальные топонимы, которые связаны вот с этим, почему никого не останавливают? Вот в Москве есть улица от Арбекова. Вы много слышали людей? Ну, кроме вот Ивана, наверное, да? Иван последователь с этой точки зрения. А вот все остальные? Многие выступили против того, чтобы в Москве была улица от Арбекова. Да ничего подобного. А знаете почему? Потому что никто даже не знает, кто это... Никто не знает, кто такой от Арбекова. Я понимаю. Юрий Сергеевич, вопрос-то простой. Да, может быть, Владимир Вольфович и пошутил про шоссе Ивана Грозного. Но, тем не менее, разговоры о том, чтобы переименовывать улицы, которые носят имя Ленина, они существуют до сих пор. Так нужно переименовывать или нет? Говоря об истории, мы выбираем будущее. Говоря об истории, мы говорим о сегодняшнем дне. Если мы солидарны с убийцами, значит, у нас нет пути. Если мы солидарны с жертвами, и мы говорим, что мы не хотим друг друга больше убивать и гражданской войны, Войков повинен в том, что он голосовал. Вы сами говорите, Войков соучаствовал в фактическом убийстве Александра Блока. Значит, надо переименовывать. Вдова Войкова, которую я хорошо знал в детстве, рассказывала мне об этом прямо, как он ненавидел Блока и так далее. Для меня смерть одного Блока важнее, чем все эти Войковы везет уральские... Значит, надо переименовывать, правильно? Давайте при этом еще вспомним, как именно погиб Войков. Да, надо обязательно переименовывать. Надо обязательно переименовывать. Да, как именно он погиб. Какие были его последние слова о том, что надо сберечь государственную тайну? Так что, нужно переименовывать или нет? с переименованиями, с уничтожением памятников, с разрушением памятников. Это, безусловно, варварство. Но это варварство, которое имеет две цели. Первая цель – это советское прошлое, его очернить, его представить в максимально негативном свете. Но и вторая цель – это как раз будущее. Будущее. То есть лишить нас возможности опереться на то великое, что было в 20 веке в нашей истории. Зачем, скажите, кому-то нужно, как вы считаете, вычеркнуть вот это советское прошлое? В мире правят интересы. Еще раз, подчеркну этот момент. Есть интересы, связанные с тем, чтобы наша страна стала максимально неконкурентоспособной в этом мире. Есть интересы наших геополитических оппонентов, у которых есть если хотите, свои агенты влияния здесь. И что, нас это ослабит, если мы переименуем за Акраинский проспект? Да, безусловно. Это нас ослабит, потому что это война с нашей историей. Это попытка поставить страну на колени и заставить каяться за то, что мы победили в Великой Отечественной войне фашизм, за то, что мы до этого создали мощную индустрию, на которой опираясь в борьбе с фашизмом, повели культурную революцию, первыми прорвались в космос. Вот это главное в 20-м мире. А вы каждый раз поменять и понятие, извращайте историю, достижение нашей страны. Иван, Иван, может быть, Ленинскую гвардию Сталин и уничтожил, но, 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 секунду, я знаю, что это так и есть, спасибо большое. Он бы и Ленина расстрелял. Может быть, это да и произошло, но Ленин при нем обставался в мавзолее. И было... И тем не менее... Он использовал. Он использовал. Подождите. И как Крущев, он не развенчал культ личности. Да потому что... А пестовал этот культ? Не было ни одной ценности, ни одной иконы, кроме трупа в бетонном ящике. А по поводу улиц я вот что хочу сказать. Вот по поводу улиц. Что касается Ивана Грозного, вы не сравнивайте эту фигуру, при Иване Грозном страна увеличилась в два раза, а жертв за 30 лет его правления в условиях гражданской внутренней войны было 4-5 тысяч. Это то, что в день давала хорошая губернская чека по трупам. Что касается улиц, которые надо или не надо переименовывать. Сегодня улицы, названные в честь террористов, революционеров, большевиков, это оправдание терроризма. Я говорю сейчас про Войкова, я говорю сегодня про Ленину, про землячку. Это все люди, у которых погланды в крови. В русской крови. И сегодня эти улицы, когда называются именами террористов, мы фактически создаем. Я понял. Павел Николаевич, пожалуйста. Ну смотрите, была гражданская война. Этого никто не отрицает. На белый террор ответили красным террором. Этого тоже никто не отрицает. Да не отвечали на белый террор. Красный террор был после убийства Урицкого, который сами большевики организовали. Официально был, а начался сразу. Официально. Подождите. Я говорю о другом. О том, что действительно, если вы хотите что-то переименовывать, надо понять, почему вы это делаете. Вот если вашу бабушку и дедушку назовут террористами, людьми, которые по горло в крови стояли, вы обидитесь. Потому что они этого не делают. Естественно. Поэтому попытка очернить прошлое, это попытка очернить всех нас. Потому что мы, дети своих родителей, внуки своих дедов. Но они все же были чекистами. Говорят, чекисты стали на судеб, остальных оставили. Все, кто воевал в Великой Отечественной войне, были или большевиками-коммунистами, или ими людьми, которые им подчинялись. То есть разграничить не получится. Конечно. Не получится у вас это. И поэтому, да, были ошибки, никто их не отрицает. Но они и сейчас огромные. И об этом скажут позже. Но даже в апрекете машинам, Но если, например, Петр Первый рубил головы стрельцам, и на костях создал Петербург, это не значит, что он плохой. Просто такое было время. Демагогия, демагогия. Это не демагогия. Вопрос в другом. Зачем нам это нужно? Что мы все время переписываем в историю? Давайте займемся сегодняшней жизнью. Жизнь поправит. Вы только что, я 20 лет назад слышал, Сталин плохой. Сейчас, оказывается, Сталин хороший. Не хороший, а не однозначный. Не однозначный. Уже не однозначный. Поэтому давайте так. Мы живем это мгновение. В то, что в нашей жизни это мгновение. Посмотрим, что через 100 лет скажут люди. Но я вам точно могу сказать, что попытка сказать, что в Советском Союзе было плохо, плохо бесплатно учиться, плохо бесплатно... Это не Ленин. Почему здесь Ленин? Подождите. Это идеология, которую ввел в обращение в Россию Ленин. Ты что говоришь? Ленин сказал, что пусть Россия погибнет. Главная победа коммунизма. Илья Георгиевич, я хочу понять. Я услышал такую фразу. Если мы не определимся с прошлым, то у нас не будет будущего. Так это или нет? Да. Да. Ну, я готов согласиться в каких-то вещах с Павлом, что, разбираясь с прошлым, мы должны что-то для настоящего решить. Вот что связано, собственно, с режимом Ленина, с тем режимом, который он создал. Это монополия на власть одной маленькой группы, которая потом создала партию монополиста. Это всевластия тайной полиции. Тайной полиции, которая уже с 18-го года действительно расстреливала людей. Расстреливала людей. Вы же знаете, я, простите, сразу перебью. Вы же знаете, в Российской империи... Я понимаю, вот мне сразу интересно понять. Подождите. Было сословное деление, правильно? Ну, в Российской империи, правильно? А потом оно исчезло. И, например, мой дед из простого ребенка мог вырасти в секретаре обкома, например, как вариант. Понимаете? А этого движения при Российской империи он бы совершить не смог. А вы говорите, что это интерес какой-то малой группы. Да. На самом деле, да. Какой малой группы? Если нам все время рассказывают, что Советский Союз был полон социальных лифтов. Вы хотите сказать, что социальные лифты появились новые, но они бы и так появились новые. Просто для этого не нужно было часто устраивать такую кровавую бойню. Я еще раз подчеркну. Это вот действительно была монополия. Ваши предшественники. Вадимир Ильич. Кто цеплялся за вас? Вы, вы. Группа. Я не знаю, что эти 10 секунд, послушайте. 10 секунд. Дайте, пожалуйста, договорить. Дайте договориться. Ну, были реально запрещены все прочие политические партии. Были запрещены. Были запрещены все газеты. Все, кроме большевистских. И к середине 2018 года реально их закрыли. Их реально закрыли. Заткнули рты всем. Гражданская война возникла из-за того, что большевики вот захотели быть монополистом. Другая часть общества, ну да, не могла с этим мириться. Какая-то часть общества не готова была мириться. Потом было другое. Уже, правда, не с Лениным связано, а со Сталином. Были истреблены предприниматели. Предпринимательство было истреблено вообще, в принципе, как явление. То есть Ленин придумал НЭП, а Сталин? Сталин его закрыл, да. Действительно. Я не могу сказать, что Ленин истреблял предпринимателей. Хотя он тоже начал. Это приставление. Леонид Ильич, понятно ваша позиция. Вот что нам, вот такое наследие. Вот этого наследия нам не нужно точно. Армен, я понять не могу. Я слышал, что Советский Союз, это как раз была страна, где было полно социальных лифтов. И простой человек мог вообще во главе государства встать. Что это не так? Оказывается, это группа лиц, которая разумировала власть? Или что? Вы поймите, что мы судим о Советском Союзе по, условно, там, 60-м, 70-м и 80-м годам, а вовсе не по тем реалиям, которые происходили, условно, в 17-м, там, в 25-м и в 36-м. Это две принципиально разные модели. Та модель, которая устанавливалась Ленинской партией, начиная с 1917 года, она уже к 1919 году начала пересматриваться. Существуют, собственно говоря, многочисленные статьи Ленина по этому поводу. Больше того, самых радикальных творцов русской революции, которые, например, грозились отменить все деньги. Ленин уже убирает, их нету в руководстве страны. Армен, вы мне скажите, а власть, народ получил или нет? Получил. Фабрики рабочие получили или нет? Получил, землю крестьяне получили. Но здесь важный очень момент. А что было до этого? А до этого было массовое, масштабное кровопролитие. Не где-то на страницах романов Майнрида, не у Стивенсона, а кровопролитие наших с вами прадедов и прапрадедов. Когда люди с остервенением убивали друг друга. И разговор о том, кто первый выстрелил, вы знаете, это давнишний спор иммиграции. Я вам могу сказать, что в результате 30-летнего спора в русской иммиграции таки определили, кто же все-таки первый выстрелил. И откуда берется точка отчета в гражданской войне? Что же сказали? Это был генерал Кириенко. Поэтому никакого отношения к большевикам это не имеет. Больше того, это начало ноября 1917 года, город Новочеркасск. Это первое. И второе, когда вы говорите о том, что вот там кто-то, какой-то общественный кластер захотел сопротивляться тому, что вот пришли большевики, да, диктатуру, я согласен, закрыли газеты, ликвидировали партии. Вы это одобреете? Подождите, дайте я договорю. Давайте вспомним, что Алексеевская организация официально была сформирована за 12 дней до того, как товарищ Троцкий... Арман, мы сейчас уйдем в очень тонкий исторический спор, а я все-таки хочу... Нет, это не тонкий исторический спор, а это очень важно, потому что у нас все время идет подмена понятий. Мы все время пытаемся переписывать историю. Ну, послушайте, есть факты. Ну, наши с вами предки не были глупее нас. Ну, почему они это знали, а мы спустя 100 лет после Великой Русской Революции начинаем это переосмысливать? Это нам нравится, мы будем использовать, а это нам не нравится, мы не будем. Хорошо, Арман, я вас понял. Может быть, странный вопрос, потому что здесь люди говорят с точки зрения идей, да, но я вот как материалист сугубо скажу. Юрий Сергеевич, если мы сейчас начнем переименовывать улицы, это сколько же денег? Это сколько же денег на переименование городов? Метрополитена нашего. Знаете, я вам должен сказать, что вот вы говорите про социальные лифты, что советские... Да, мне так говорили, да. Ну, видимо, люди не знающие говорили, а Корнилов и Деникин, они были дети аристократии? А крупнейший русский реформатор начала 19 века, граф Спиранский, он граф стал потом, он был из беднейшей семьи беднейшего священника. А это не исключение, которое подтверждает правила? Нет, не исключение. Россия демократизировалась, русская элита имперская демократизировалась мощными темпами, безусловно. Что касается земли, которую получили крестьяне, получили, и что дальше? Где она в 30-м году оказалась? У государства, фабрики, получили, они оказались у государства и так далее. Никто ничего не получил. Замечательное бесплатное образование. Хотите, я скажу, когда закончилось платное образование в России, только после смерти Сталина? После смерти Сталина платили люди, чтобы получать среднее образование, не только, понимаете, какая штука? Это надо знать. Теперь, что касается денег, да, конечно, это огромные деньги. Но я говорю о том, что вот уважаемый человек, безусловно, умный человек и симпатичный, говорит... Павел Николаевич. Да, говорит, указывая на нас, что мы хотим очернить русскую, советскую историю. Нет, не очернить, наоборот. Мы хотим честно сказать, что у нас было. Подвиг в Великой Отечественной войне, безусловно, ну и так далее. Все это было. Но почему же закрывать глаза на другое? И вот это другое мешает нам развиваться. Это спор о нашем будущем. Мы хотим в будущем господства тайной полиции, одной партии, одной идеологии. Мы должны говорить правду о том, что было при этих извергах Ленина и Сталин. Да не при Ленине это было. Иван, я понимаю, что идет спор титанов исторических, я все понимаю. Иван, я задам простой, опять же, вопрос, на который хочу получить ответ. Вот тратить сейчас в тех экономических реалиях, в которых мы существуем, деньги на то, чтобы переименовывать улицы и города, это насколько правильно? Смотрите, вот возьмем соседнюю Украину. Гораздо более нищие, чем мы. После кризисов, после революции. У них же хватает денег, это приименовывать. Здесь память не к Ленину. Ничего не хватает денег. Понимаете? Хватает, хватает. И что, лучше жить стали? Здесь очень важно. Историческая память, историческая традиция, она определяет сознание целых поколений. Она определяет от того, какими моделями будет развиваться наша страна. Последние деньги надо тратить на переименование. И знаете, вот здесь по поводу мы говорим о декоммунизации Украины, которая происходит. Вот смотрите, у нас выдающихся выродков, которые сюда приехали и залили Россию кровью, в 17-18 году, может быть раньше, дали как раз местечки с Украины и с Польши. Тот Задежинский в своем письме к сестре писал, что будучи мальчиком, я мечтал о двух вещах. О шапке-невидимке и уничтожить всех москалей. Сейчас мы вернемся на рекламу, а после этого вы узнаете, кто и как в массовом сознании превращает Советский Союз и страны победителя фашизма в страну, развязавшую Вторую мировую войну. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Советский Союз освободил мир от фашизма. Наши деды избавили человечество от коричневой чумы. Этому нас учили в школе, это нам говорили родители. Но однажды мы услышали другое. Советский Союз сам был чумой, только красный. А воин-освободитель на самом деле оккупант. Кому нужна такая история? Смотрим сюжет. По всей видимости, если сторонники декоммунизации все же добьются своего и ликвидируют все советское наследие, то следующим их шагом станет создание в России новой истории. И похоже, плацдарм для этого они готовят уже сейчас. В интернете то и дело появляются статьи, где СССР представлен агрессивным оккупантом и колонизатором соседних территорий. Вот, например, такие. СССР в 1939-1940 годах оккупирует 50% территорий Польши, Западную Украину и Западную Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию, Северную Буковину, 11% территории Финляндии. Всего СССР оккупировал за первые два года Второй мировой войны территории с населением 23 миллиона человек. В этих статьях жизнь колонии Советского Союза представлена как одна сплошная борьба с оккупантами. Освободиться от коммунистической красной холеры, именно так описывается социалистический режим, Европа смогла лишь после распада СССР. Не забывают напомнить и о пакте Молотова-Риббентропа, после подписания которого Советский Союз начал оккупацию соседних территорий, а заодно и Вторую мировую войну. И сейчас Россия, как правоприемник, должна за это ответить. Вот, например, отрывок из статьи публициста Германа Обухова на портале Радио Свобода. Кто-то усомнится в утверждении, что Россия – это страна-агрессор. Более того, Россия – правоприемник СССР, который тоже выступал в качестве страны-агрессора. Корни современной агрессии России можно найти как в советском прошлом, так и в настоящем. Кстати, в бывших советских республиках такая точка зрения уже давно считается истиной в последней инстанции. Чему тут удивляться, если уже несколько поколений в Прибалтике, Грузии, Казахстане и других странах выросли на аксиоме. СССР был колонизатором многие годы, угнетавшим их народ. При этом их страны в Кремле расценивались исключительно как сырьевые базы, откуда можно неограниченно выкачивать ресурсы. Так для чего историки искажают события советской эпохи? Кому и зачем нужна сфальсифицированная история России? Это программа «Особая статья», и к нам присоединился Давид Шнейдров, журналист и ЖИЮ, журналист из Чехии. Я хочу понять, Советский Союз он освободил Европу или не освободил Европу? Давайте я начну с того, что все-таки надо признавать право суверенных государств на свою собственную историю. Каждый из своих государств воспринимает свою историю по-своему. И Россия, и Украина, и Грузия, и Чехия. Ключевое слово – каждое государство воспринимает свою историю по-своему. То есть единая история, единой правды. По словам Иржи, нет. Так, может быть, Иржи мне все равно скажет, Советский воин освободитель, для вас он кто? Знаете, для меня Советский воин, как и, например, Румынский, как и Американский, который тоже освобождал мою страну. Точно так же? Одинаково? Конечно. Например, такие же потери… От кого освобождал? От фашизма. От фашизма он освобождал. Румынский воин освобождал? Румынский, да. Румынский, простите, на чьей стороне были я… Лёш, можно я на секунду перейду на ту сторону и задам Иржи вопрос. Почему в городе Карловы Вары стоит памятник американцам, которые освободили Чехию? Простите, я перейду на ту сторону. В городе Карловы Вары стоит памятник американским солдатам, которые освободили Чехословки. Почему? Да, потому что у нас была демаркационная линия по почти половине территории государства, то есть Чехии тогда. Да, то есть… Карловы Вары кто освобождал? Подождите. Карловы Вары кто освобождал? Ползение чейский будильник освобождал. Карловы Вары кто освобождал? Американцы, хотите? Ну, конечно. А вы дошли, подожди, я хочу закончить свою… А пожалуйста. Поэтому у нас… Прагу кто освобождал? Конечно, советская, то есть Красная Армия. Конечно, и мой город… То есть освободители или оккупанты? Дайте мне как раз сказать. Ты говорите, да. В 1945 году, естественно, воспринималась Красная Армия как освободитель. Естественно, я говорю, мой родный город освободила Красную Армию. Моего дедушку, которую фашисты увели на принудительные работы, освободила, естественно, Красная Армия. Он до сих пор жив, он не забыл о этой ужасе, о которой он там прожил в Вене, когда он там работал по принуждению. То есть естественно. Но потом случился 68-й год, и все прическнулось. Сразу 45-й, потом 68-й, или что? Я вам объясняю эту гнизию, как это все произошло. Поэтому, естественно, воспринимается как освободитель. Но, увы, увы, из-за этих печальных событий августа 68-го года есть и как агрессор, потому что потом была оккупация. У нас просто создается впечатление, что в Европе осталась одна интерпретация событий. И забыли о том, что советская армия освобождала... Ни в коем случае, это ваше восприятие, такого нет. Это неправда, это не так. Был Советский Союз, он оккупировал территории Украины, Польши, Прибалтики или нет? Территория Украины, территория Грузии, территория всех ныне независимых государств тогда являлась сама частью Советского Союза. А Чехословакия оккупировала? Если Советский Союз кого-то оккупировал, то мы можем тогда говорить о Восточном Союзе. Юрий Сергеевич, секунду, не оккупировал. Не оккупировал. Чехословакия на равных основаниях входила и в Варшавский договор, и в Совет экономической взаимопомощи. Это был союз государств. Союз государств. Скажите, Юрий, вы понимаете, что при оккупации существует оккупационная политика? Вы понимаете, что если вы говорите об оккупации, вы должны назвать концентрационные лагеря на территории Чехословакии в 1900-м. А, то есть вот так делается, да? То есть по-другому нельзя, это ваше определение. Это зафиксировано, извините. Если у вас есть оккупация, есть оккупационная политика, что? Концентрационные лагеря на территории Советского Союза. Вы знаете, что... Я же не знаю, что главное управление лагерей... Секунду, секунду. Вот на самом деле Армен говорит очень важную вещь, которую я все время хочу получить на нее ответ. Вот серьезно. Раз мы оккупанты, да? Ну, уж не знаю, как там в Чехии вы сами скажете. Ну, вот пример Украины и Прибалтики. Оккупанты, которые создавали заводы, строили школы, в некоторых местах даже создавали язык, помогали. Как-то это не вяжется вообще со словом оккупант. Я говорю про ощущения Чехии. Мы обсуждаем не только Чехию. Позиция по Чехии ясна от и до. Спасибо большое. Юрий Сергеевич, объясните, пожалуйста, как можно называть оккупантами ту страну, которая строила фабрики, заводы, вкладывала деньги? Ну, вы знаете, Прибалтика это была витрина Советского Союза. Что-то я не припомню, чтобы какие-то страны вкладывали деньги в свои колонии. Или так было? Знаете, конечно, только русскому человеку на эту тему очень сложно говорить. Действительно была великая, оплаченная кровью наших людей, великая победа и освобождение. Кстати, мой отец в составе 2-го Украинского фронта освобождал тоже Чехословакию. Вот и был ранен. Так вот, конечно, мы освободили Восточную и Центральную Европу в 45-м году. Нет никаких вопросов. Это вечная слава нам. А потом оккупировали? Нет. Потом были установлены режимы из Москвы. Народы не принимали этих режимов. Посмотрите. Восстание летом 1953 года в Берлине, которое было подавлено танками. 1961 год, 13 августа, устанавливается стена... 56-й. Сейчас. Я про Германию сейчас говорю. Дальше. 56-й год в Венгрии, 68-й Чехословакия. И постоянно Польша под нашим домокловым мечом, вплоть до того, что, если бы Герузельский не вел в 81-м году чрезвычайное положение, наши танки готовы были туда уже войти. Почему-то эти страны не хотели жить в рамках этих режимов и под этими режимами. А я отвечу, почему. Потому что они хотели развиваться по-своему. Они считали это навязанную кремлевскую, коммунистическую, московскую, российскую модель, неподходящей для этих стран. И они сейчас так считают. И мы будем, мы будем уважать их мнение, но мы будем бороться против тех, кто вычеркивает наших солдат из героев, которые освободили. Что касается Прибалтики. Да. До начала, даже середины 50-х годов, как вы знаете, шла борьба. Да? Да? Партизанская борьба, лесные братья. И там были не только наследники эсэсовских частей, о которых мы сейчас говорим. Сейчас мушируют у них там эсэсовские. Безусловно, это полное безобразие. Это отвратительно совершенно. Но там часть народа не принимала советскую власть. И то, что мы их оккупировали в 40-м году, это позор для нас. Какой бы геополитический не оправдывался этот статус. Сергеевич, меня знаете, что удивляет? Вы говорите, мы их оккупировали? Да мы их оккупировали. Секунду, секунду. Говоря о Прибалтике. Ну не проходит. Секунду. Ну пусть у вас не проходит. Прибалтика вступила в состарственную союзную за это язня через завершение их горкой власти. Ну что вы? Секундочку. Вот смотрите. По поводу Риббентропа, который здесь показывали, это не только раздел Польши. Это и раздел мира, секретные протоколы к этому. Кстати, вы знаете, что мы за них уже покаялись давно или нет? Прекрасно. Да, еще. Так же, как союзники. В декабре 89-го года, Алексей, подождите, только одна справка. Вот начиная с 48-го года до 69-го, чехословацкое машиностроение, которое и до войны было на хорошем уровне в Европе, выросло в 13 раз благодаря заказам из Советского Союза и других стран Советов. Вот что и удивительно, почему сейчас, когда Прибалтика свободная, простите, когда Украина такая свободная и незалежная, почему у них ничего не скрывается и не растет? Скажите, вот я летом был в Литве, все растет и развивается, Польша развивается очень сильно и энергично. Литва, например, на моих глазах, я в августе там был, великолепно развивается. Да, посмотрите, это Латвия, Латвия, пожалуйста, это, да, я понимаю, а это вот жители Латвии, популяция, так сказать, сколько людей было? Годы жестокой бесчеловечной советской оккупации, до 90-х растет население и после сразу стремительно падает. Вот как это можно объяснить? Раз так хорошо живется, легко, это можно объяснить. Все уехали? Конечно. И в Россию, и в Англию, и в Англию, и в Россию. Мы туалеты в Великобритании, и в Россию. А почему? Почему работа при Советском Союзе был закрыт выезд за границу? Это не секрет. Вы, простите, должны были, чтобы уехать в Болгарию, знать наизусть фамилии членов ЦК Болгарской Компартии. Это печально. Это печально, конечно. Когда открылся выезд, конечно, печально. А да, они уехали. Это идет некая естественная ротация населения. А не вымирание страны это идет? Вы не путайте. Вы говорите, ротация, а больше похоже на вымирание. Я знаю, пожалуйста. А вы уверены, что нужно столько народу, что в Латвии есть столько рабочих мест? Страшные идеи про то, что не нужно столько народу, я когда-то слышал. Столько заводов, столько институтов и прочих. А что же их не создают, эти заводы? Создают просто медленно. Мы сейчас обсуждали 68-й год. Народ, к сожалению, к вашему, наверное, относился к русскому народу, к российскому, к советскому очень хорошо. Павел Николаевич, когда назвали нас оккупантами? Вот сейчас пытаются рассказать, что проблемы Украины, проблемы Латвии, проблемы в том, что, извините, там когда-то кто-то что-то не произвел. То есть опять проблемы современности пытаются оправдать? Попытка все время своей недоработки, своей неудачи. Я вам скажу чуть другое. На прошлое сложу. Нет, просто короче. Вы простите, вы все время смешиваете... Я не смешиваю, я вам правду говорю. 10 секунд нам на рекламу надо идти. 10 секунд. Все время смешивается народ и политики. Народ к народу относится очень хорошо. Ни россиян, ни нас считают оккупантами. Народ к народу оккупанту не относится хорошо. Если оккупанты, значит не оккупанты. Неправда. Народ к народу относится хорошо. И ни один чех не будет считать ни вас, ни вас, ни вас, ни вас, ни нас оккупанты. Дарья, такое чувство, что вы не знаете, что такое пропаганда. Но они говорят о правительстве. Так вы говорите тогда. Хорошо, сейчас реклама, мы должны уйти на нее, а после уже увидите, как власти соседних стран расправляются со своим советским прошлым. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Власти некоторых бывших советских республик ненавидят свое прошлое. Они старательно избавляются от всего, что связывает их с Советским Союзом. Более того, они убеждены, что коммунизм ничуть не лучше фашизма. Смотрим сюжет. 24 октября на Украине снесли последний памятник Ленину, сообщает телеканал «Эсперсоте». Но на этом Украина не остановилась. Петр Порошенко подписал закон, приравнивающий коммунизм к нацизму. Предполагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет за изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунизма. Тема приравнивания советской символики к нацистской с последующим ее запретом не нова. И Украина здесь не является первопроходцем. Запрет на советскую символику ввели Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Молдова. Все эти страны считают действия СССР оккупацией с последующей аннексией. Миф о том, что Россия десятилетиями не только морально угнетает, но еще и заставляет несчастные колониальные республики себя кормить, появился задолго до распада СССР. Теперь же он преподносится как неоспоримый исторический факт. Вот как об этом пишет публицист Егор Холмогоров на портале «Комсомольская правда». Одновременно во всех этих республиках любили порассуждать, что это они кормят бездонную Россию и остальных нахлебников большого советского колхоза. И стоит им только отделиться, как они заживут еще богаче. Забавно, но ни тогда, ни сейчас власти республик не брали в расчет статистику, которая показывает, что все было ровно наоборот. К моменту распада СССР в 1991 году только две республики – Беларусь и РСФСР – производили больше, чем потребляли. Остальные 13 республик жили за счет бесконечных российских дотаций. Вот только некоторые цифры. В 1990 году производство на душу населения в России – 17,5 тысяч долларов в год. Потребление – 11 800 долларов. Литва – производство 13 тысяч долларов в год, а потребление при этом 23 300 долларов. Латвия – 16,5 тысяч производства, потребление почти 27 тысяч. В Прибалтике советская власть строила заводы и гидроэлектростанции, поднимало сельское хозяйство. Литва, Латвия и Эстония стали парадной витриной жизни СССР за счет финансовых вливаний. И после этого именно эти страны открыли в своих столицах музеи, посвященные периоду русской оккупации. Интересно, зачем же агрессоры и оккупанты так много вкладывали в экономику своих колоний? Почему в бывших союзных республиках вдруг забыли, что десятилетиями жили за счет России? Это программа «Особая статья». Я предлагаю вывести таблицу на экран, чтобы мы еще раз посмотрели, кто кого кормил в годы Советского Союза. Я хочу понять, как так? Те страны, которые больше тратили, чем зарабатывали, больше потребляли? Я вам сейчас расскажу, как человек, который... Они же самые недовольные. Посмотрите, была единая общность, советский народ, была единая страна, и у нас никто не разбирается, куда деньги доотправить, Татарстан, например, или в Калужскую область. Это была единая страна. Прекрасно Госплан разбирался. Секунду. Это мы не разбирались, наверное. Вот у нас тут 7 человек, как вы сказали, да? А кормят всех один. Правильно. Так получилось. Конечно. Значит, я вам о другом говорю. О том, что да, есть разделение. Вы работаете мозгами, мы работаем руками, но во всех странах мира есть такое разделение. А нефть на чьей территории? На России. А деньги от этой нефти куда направлялись? В Молдавию, в Литву, в Латвию. Конечно, ты будешь к нам лоялен, я тебе дам такую подачу. Нет, ничего такого не было. Ты будешь, тебе там. Если порт надо было строить, его никто в Беларуси не строил, там моря нет. Не устроили в Литве. Она работает в фирме, которая торгуется самолетами. Нет, сейчас не про студенток. Нет, послушай, Лёш. Это позже соберемся. Нет, нет. Лёш, 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 Лёш. Я спросил, какими собереты они торгуют. Лёш, 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 Лёш. Вы не дали договорить. Не дали договорить. Давайте, вы расскажете. Должны понять, что у нас была, скажем так, индустриализация, она касалась всех без исключения. И, например, тот человек, который был грузином, развивал всю страну. Понимаете? Он был командиром всей страны, а не конкретно одной республики. Значит, сейчас мы разбежались по национальным квартирам и разорвали все экономические связи. Нам другое нужно делать. Нужно объединяться. Тогда мы останемся в великой державе. Евросоюз уже продемонстрировал со своим ЕС объединение. И что? Так что Великобритания вышла. К росту ВВП. К росту ВВП. Испания и Португалия на грани дефолта. Конечно, вот и пришло объединение. Как так получается? Те республики, которые больше потребляли, чем производили, они больше всех и недовольны. Знаете, я могу сказать, что для меня развал Советского Союза это личная трагедия. У меня, значит, мать моего сына, она украинка. И мы очень тесно связаны были с Украиной. А теперь мне даже поехать туда практически невозможно. Хотя для меня Киев такой же родной город, как и Москва. Но я даже не об этом хочу сказать. А вот это так. Эти цифры адекватны. Но тогда надо спросить, а почему же, если мы, РСФСР, кормили их, а они нас так не любят? Вот, я и спрашиваю. А я тоже хотел узнать, почему? Вот и меня это не удивляет. Если вот такая логика, значит, было нечто более важное, что заставляет и сейчас нас не любить. Но с другой стороны, вот я был в Армении недавно, как и в Литве. Народ прекрасно к нам относится. Не очень одобряет нашу внешнюю политику Крым. А на уровне власти? Я с властью, я только с профессорами встречался, с студентами, обычными людьми. Ой, я так тоже люблю встретиться с обычными людьми. А вот политики, это другие люди. Это самое главное, что обычные нормальные люди никакой русофобии не страдают. Все совершенно нормально. Но политику-то внешне определяют они. Моя дочь живет в Праге, с моими внуками и так далее. Они себя чувствуют такими же гражданами Чехии. Абсолютно нет никакого там русофобства, хотя все знают, что это русские. А почему не в России? Ну, хотя это же будет там, свободная страна. Правда. Сын здесь живет, дочь там живет. Чехия прекрасное государство, Прага прекрасный, славянский город и так далее. Тем более, сколько русских там. Масса русских и так далее. Надо задать вопрос, почему, если мы их кормили и поедали. Так я этот вопрос задаю. Так ответьте мне. Может быть, все-таки что-то такое было в коммунистическом режиме? Что? Что-то важнее. По-моему, мою позицию вы знаете хорошо. Что? Что-то важнее кормежки. Суверените, определить свое будущее, не так ли? Назначение властей из Москвы, понимаете? Назначение властей из Вашингтона, это выгоднее и правильнее. А это вообще, опять-таки, восприятие, никто не назначает. А по поводу назначения Москвы не восприятие? Подождите, Леша. Вы хотите сказать, что председатели ЦК, коммунистической партии, Армении, Грузии, Азербайджан, первые секретари, не согласовывали. Они все были местные. Местные, местные. А второй, конечно, это русский. Второй, да, обязательно русский. А первый не согласовывался с Москвой. Нет, нет, нет. Везде вторые. Абсолютно официально. Дмитрий Георгиевич, все-таки, за что нас ненавидят люди в те... Ну, не люди, а власть. Давайте их про. Вот тех республик, те правительства тех республик, которые жили-то лучше других как раз при Советском Союзе. Что вы удивляетесь? Во главе многих республик встали те самые олигархические режимы, которые отстаивают интересы крупного капитала своих стран, которые отстаивают свои собственные интересы, и для которых никакие интеграционные процессы по-настоящему, которые могут привести к восстановлению некоего Советского государства, не нужны. Это не соответствует их интересам. Хорошо. Поэтому они всегда будут подогревать националистические настроения, они будут подогревать антирусские настроения. То есть пропаганда там работает? Пропаганда работает, безусловно. К тому же, эта пропаганда... Они, проводя эту пропаганду, еще и отвечают на запрос неких других внешних сил, на запрос Вашингтона, на запрос тех, кто делает политический заказ и погоду во многих из этих государств. Слушайте, а вы знаете, говорить все время, что Советский Союз во всем виноват, ничем не лучше, чем говорить, что Вашингтонский опром за всем стоит. Алексей Амутик и Тулш, Владимир Ильич, что они считают зоной своих национальных интересов весь мир. Армен, скажите, почему не любят так в тех республиках, которые жили лучше всех? Лучше всех жили, но это факт. Почему так не любят Советский Союз? Почему они его ненавидят? Почему сносят памятники? Потому что они считают, что вот это вот, вот эти вот таблицы, это как раз насильственная оккупация. Вот мы же говорили здесь в программе, да, что преступно построенная промышленность, незаконно развивающаяся культура. Вот вам, пожалуйста, вот эти все данные, это вот туда и ложится. А еще раз вопрос, вы признаете суверенное право суверенных государств на свою историю? Признаете или не признаете? Да. Признаем, естественно. Почему тогда удивляетесь, что они хотят определять свою историю? Но почему эта история противоречит здравоохранения? История обязательно должна носить русофобских атактеров. Нет, нет, не нашему, подождите. Это их дело, так ли? Иржи, Иржи, это и наше дело реагировать на это. Почему? Потому что Россия, великая держава, она была, есть и будет. Даже с вами это не нравится. А сейчас мы уходим на революцию. После студии у нас появится Алексей Егоров, ведущий программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Он расскажет о том, как прятали Кремль во время войны, об эксклюзивных фактах, которые легли в основу его нового фильма. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. У нас в студии автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров. Давайте посмотрим фрагмент его нового фильма. 7 ноября 1941 года. Кремля больше нет. Его разбомбили летчики Люфтваффе после очередного налета на Москву. Все, точка невозврата пройдена. Над Кремлем флаг со свастикой. Война проиграна, причем не только Великое Отечественное, но и Вторая мировая. Гитлер знал, ничто другое не вызовет такую боль, как удар в самое сердце русских. А ведь так и в самом деле могло быть. Но устояли и город, и Кремль, и народ. И 7 ноября на Красной площади прошел легендарный парад. Он словно открыл второе дыхание и реанимировал едва не погибшую веру в победу. Так кто же спас сердце России? Кремль. О подвиге летчиков, зенитчиков, да и простых москвичей говорили не раз. Но есть в этой истории одна тайна, о которой даже сейчас знают лишь немногие. Алексей, а о какой тайне идет речь? О тайне маскировки Кремля дело в том, что разрознена информация о том, что Кремль был замаскирован и до этого, проходила в прессу. Но о том, насколько это было масштабное мероприятие, не заявлялось раньше никогда. Если нам во время съемок официальный представитель службы охраны Кремля говорит, что это самая большая маскировочная операция за всю историю человечества, мы понимаем, что полностью весь, от начала до конца был замаскирован Кремль с его башнями, с его соборами. Были замаскированные кварталы вокруг Кремля. А как его маскировали? Просто чуть подробнее. Ну, во-первых, подробности технологии маскировки вы увидите в ближайшее время в нашем фильме. Хито, хито! Несколько моментов я скажу. Во-первых, полностью были перекрашены все башни и все соборы Кремля. Раз. Во-вторых, строились огромное количество ложных зданий. Для того, чтобы когда летчики Люфтваффе заходили сверху, они не понимали, что идут на Кремль. То есть они, маскировщики старались сделать так, чтобы Кремль смотрелся как, ну, обычный квартал, пригород. Было бы ощущение, что вы вошли в пригород. Более того, замаскирована была даже Москва. Река на нее были поставлены баржи и сверху, благодаря этому, исчезла даже речка. Вот такого объема маскировку ни до, ни после не провозили нигде. И эту маскировку снимали, когда 7 ноября отправили? Мы сами сняли параду, но не всю, а только с определенных ракурсов, то, что было необходимо. И еще важно понимать такое обстоятельство, что дело в том, что в то время фотографировать было запрещено. У нас есть эпизод, когда в Москву приезжает американская журналистка, в составе американской делегации. И на ее кадрах есть кое-какие кадры с маскировкой. А в целом, вся эта операция была засекречена почему-то. Потому что многие элементы маскировки актуальны и в наше время. И вот Федеральные службы охраны нам, не специально для нас, а мы знали, что в этот момент значительная часть документов рассекречена. И у нас была возможность первыми эти документы увидеть, для того, чтобы понять, насколько велик был масштаб всего этого действия. Вот сегодняшний спор наш, он начался с того, что мы говорили о празднике 7 ноября. Нужно ли праздновать или нет? Вот ваше мнение на этот счет. Ну, знаете, если выбирать между двумя праздниками, один из которых называется День народного единства, и вторым праздником, когда, 7 ноября, когда одна часть российского народа одержала верх, но другую часть у российского народа, то есть фактически, хочешь не хочешь, это День разъединения, я все-таки на стороне единства. А если праздновать хотя бы вот этот парад? Но то, что, то событие, которое имело место быть 7 ноября 41-го, вот за это, я считаю, каждый российский человек просто обязан своей семье поднять стопку и помянуть этих людей, которые это сделали, потому что этот парад имел историческое значение. Мы празднуем 9 мая, как День Победы, а здесь надо понимать, что происходило в октябре-ноябре в Москве. Если охрану Кремля готовили к ведению танковых боев на территории Кремля, вот мы как раз об этом фильме рассказываете, вы представляете, насколько уже все были... Все было серьезно. Все было серьезно. Если враг уже стоял в 20 километрах от Москвы, если бы не было этого парада, еще неизвестно, вот тот дух подъема, который сформировал этот парад, это просто невероятно. Праздновать 7 ноября, как День Парада на Красной Площади. Нет, все будет, давайте понимать, ну что, парад же, он же не сам по себе. Согласен. Он был приурочен к определенной дате. Согласен. И тот подъем, о котором вы говорите, был сказан с тем, что парад был проведен 7 ноября, в День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Может быть сейчас вот как раз праздновать этот день? Может быть сейчас праздновать этот день или нет? Ну смотрите, вот Великая Французская Буржуазная Революция. Конкретный опыт, конкретный пример. Пусть он будет банальным. Великая Французская Буржуазная Революция. Почему называется Великой? Потому что она имела колоссальные последствия для хода истории самой Франции и Европы и мира. Но ведь Великая Октябрьская Социалистическая Революция для развития нашей страны и мира имела не меньше, а большие последствия. Поэтому странно было бы положительно исключительно влажные последствия. В любом случае, они были грандиозными. Поэтому Великая Октябрьская социалистическая революция должна, а, остаться, наоборот, объединяющая общество. Павел Николаевич, вот смотрите, чтобы не было... Может быть, тогда это отмечать и сделать это красным днём календаря. Французы разъединяют и объединяют. Историки ушли, но для вас я расскажу. 4 ноября была от поляков в 1612 году освобождена Москва, но не Кремль. А Кремль был освобождён в сердце России именно 7 ноября. Нет, строго говоря, Кремль был освобождён ещё раньше, потому что... Нет, потому что поляки засели в Кремле, но потом 7 ноября их выбили оттуда. И поэтому 7 ноября это реальный праздник, в том числе и в 1612 году. И это вам историки расскажут. В таком случае, я не против отмечать оба праздника. И поэтому реально надо отмечать, конечно, прежде всего 7 ноября. Но, вы сколько угодно можете говорить, вот у нас ещё раз говорю, Россия страна с непосковым прошлым. Но Великая Держава Советский Союз, которая родилась именно 7 ноября 17... Великая Держава Российской империи не была? Слушайте, вот она как раз и тогда умерла. А потому что она поджидала, и не поджидала, и не поджидала, и не поджидала. Своя политика разрушила государство. А потом Российская Федерация собирала по крупицам то, что осталось... Под дулами пулемётов. Как разница под каким? А есть другой случай. Тогда не надо говорить. Вы так и не договорились, что вы хотите, что это в апреле, в мае. Я говорю, тогда всё умер. Любая великая страна собирается поджидать оружие. И я хочу понять одну простую вещь. 7 ноября под каким угодно видом можно ли сделать государственным праздником? Нужно. Можно это сделать? Нужно. Нужно, потому что надо переименовать. Пожалуйста. Нужно. Я уверен в том, что 7 ноября не надо делать. Оно и так является великим праздником всего русского народа. Я имею в виду красный день календаря. Чтобы мы в этот день празднули, чтобы мы дома были. Даже с точки зрения 1612 года, 1612 года, это всё праздник. И поэтому надо переносить 4 ноября на 7 ноября. И надо делать как было всегда. И делать великим днём траура. Да почему траура? Ну вы будете выпивать за покой, а мы за здраво. Потому что 7 ноября были положены на начало событиям, когда брат убивал брата. Когда сын выносил до отца. Они в марте ли 17-го года, когда гвардейских офицеров стали убивать. Ещё никакого Ленина здесь нету в стране. Вы почему не говорите о том, что это начинается с первого дня Временного правительства? Кто убивал офицеров отдельного корпуса жандармов? Потому что убивали офицеров жандармов, а крестьянин крестьянина не трогал. То есть офицеры это праздник. Давид, не как 7 ноября нельзя сделать праздником. Никак. Лёш, что такое праздник? Вы видите, выходной. Ну я имею в виду красный день календаря. День траура, красный день календаря. Да надо отвечать в этот день великую. Но траура, в общем, уцелик. Алексей, пожалуйста, и февраль, и октябрь. Я на стороне единства. Ну хорошо, но может быть же и единство народа, и 7 ноября. Дело в том, что в нашей истории много таких знаковых дней, которые тоже стоило бы отмечать. В конце концов, у нас было и освобождение во времена войны 1812 года. Это тоже вполне, мягко говоря, достойное мероприятие. И там тоже можно было бы найти правильную дату. И, кстати, разрешите я сейчас, секундочку, маленькую ремарку. Вот здесь обсуждали, оккупант России или не оккупант. Все забывают одно обстоятельство. Приведу пример. Вот у нас освободительный поход 1945 года. Все признали, что мы сначала были освободителями, и только потом нас называют оккупантами. А вы забываете, например, освободительный поход Суворова 1799 года, когда мы прошли, освободили Европу, но мы не обозначили свою позицию в Европе. Чем это закончилось? Тем, что через 12 лет к нам пришел Наполеон, хотя в тот момент Суворов его мог выгнать. Это говорит о том, что если ты освободил, все-таки ты... Ты должен удерживать. Должен, нет, не удерживать. Удерживать порядок. Должен обозначить свою позицию победителя. Обозначить все. Хорошо, то есть все-таки, да, Армен, нужно сделать 7 ноября красным днем календаря или нет? Я давно уже говорил, что в этот день нужно отмечать целиком и полностью весь процесс 17-го года. Великую русскую революцию. И события февраля, и события октября. Не нужно придумывать велосипед. Даже в то время большевики прекраснейшим образом понимали, что не будь февраля, никогда не было бы октября. Почему мы сегодня пытаемся все пересматривать, это великий вопрос. Да, но он скорее, наверное, в области психологии лежит. В этот день нужно вспомнить всех убиенных. Вот есть замечательные строчки Ивана Савина. Всех убиенных по имени России, когда приедешь и во царствие твое. А есть еще лучшие строчки. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Так я же не против. Дмитрий Георгиевич, я так понимаю... Только не вычеркивать никогда. Армен, у нас очень мало времени, Дмитрий Георгиевич. Я понимаю, что вы-то против праздника 7 ноября не выступите точно. Но есть нюансы. Февраль был в феврале, октябрь был в октябре. Февраль связан с приходом 17-го года. С приходом к власти буржуазного правительства, которое не справилось. Страна пошла в разнос. Фактически она была уничтожена, стала расползаться. А в октябре 17-го года пришла та власть, которая, а, обеспечила реализацию интересов народных масс, и, б, обеспечила восстановление нашей единой страны. В конечном счете, она... Я вас не перебивал. В виде Советского Союза в 22-м году было восстановлено то территориальное единство в тех границах, в тех рамках, в которых существовало в свое время российское государство. То есть вы считаете, что мы сегодня наших зрителей можем поздравить? Я хочу всех, кто смотрит нашу программу, поздравить с этим праздником, с Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции. Или переворот. Или кровавый переворот. Революция. На сегодня это все. Я благодарю всех экспертов, которые пришли сегодня в студию. Сразу после нашей программы новая серия цикла «Военная приемка. След в истории». Операция «Кремль. Невидимка». Это была программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Увидимся завтра в 20.30.